Всем привет! Всем огромный привет! Сегодня я хочу показать вам аксессуары для дома, которые появились сейчас у нас в магазинах, потому что на носу весна, собственно говоря, она уже наступила, на носу лето, и очень-очень много в магазинах появилось всяких аксессуаров для дома, для сада, чтобы украсить как-то все к весне, к новым распускающимся цветам, деревьям. Очень-очень много разных, разнообразных каких-то горшков для цветов, леек, пластиковых и металлических. Все очень яркое, очень красивое. Посмотрите, какие прекрасные горшки для цветов, такого терракотового цвета. Стоят они 15 долларов, сделаны они в Португалии. Действительно необыкновенной красоты. И такие же есть очень похожие высокие, такие большие вазоны. Видите, их тоже можно, в принципе, ставить на улицу, во двор, а можно ставить их дома. Они очень красивых таких цветов натуральных расцветок, бежевых, с оранжевым, с розовым, с зеленым. Много очень садовой мебели появилось у нас. Вот подвезли прямо вот сейчас, потому что вот действительно как бы весна-весна уже идет, и лето совсем близко. А еще у нас очень много появилось аксессуаров, связанных с Истером. Истер – это католическая Пасха, которую скоро мы будем отмечать и в Канаде, и в Америке. Почему-то вот идет такая тема зайцев. Вот Истер – это зайчья тема. Если честно, я очень долго пыталась понять, вот, собственно, почему зайцы. Ну, спрашивая канадцев, никто толком не знает. Зайцы и яйца. Яично-заечная или зайцы-яичная тема, которая доминирует вот во время Истера, перед Истером, доминирует в украшении домов. Вот это вот зайцы и яйца. Ну, яйца понятно, собственно. Здесь яйца не красят, кстати. Я хочу вам сказать, что в Канаде и в Америке яйца просто вот они уже есть, такие продаются, раскрашенные, цветные. И, собственно, что с ними делают? Во время Истера их как-то прячут по дому или во дворе, в бэк-ярде, и дети должны их искать. Дети ходят с такими корзиночками маленькими и собирают эти яйца, которые спрятаны в разных частях дома, или во дворе, или на улице. И вот кто больше наберет этих яиц, соберет, тот получит как бы приз от родителей или от гостей, от хозяев дома. Ну, это понятно, яйца понятно. А вот зайцы, кролики, вот почему они так оккупируют все наши магазины перед Истером, никто толком не знает, с чем связаны зайцы, и при чем тут зайцы. Но вот как-то так повелось и так пошло, что вот зайцы-кролики – это такая тема Истера, тема Пасхи. И вот посмотрите, сколько их всякие фигурки, это, в общем-то, вот эти, по-моему, для того, чтобы их ставить во дворе, украшать ими двор, или вот перед домом ставить во время Истера. Ну, и яйца, конечно, вот покупают такие целые наборы, потому что, вот как я уже сказала, их раскладывают, как бы прячут в разных уголках дома, чтобы дети их искали. Ну, и там, где зайцы, там морковка, конечно. Вот эта морковная тема тоже очень широко распространена и присутствует во всех вот этих декорациях. Честно говоря, вот что с морковкой делать, я не знаю, что при чем, но целые морковные деревья тут у нас, это просто как декорации, вот, ну, как такой спирит, спирит Истера, потому что зайцы, это морковка, это, видите, что-то такое, в него что-то, батарейки туда кладутся и как-то оно светится. Я, честно говоря, не поняла, увидела, что это морковное дерево с какими-то батарейками. Ну, неважно, зайцы всякие, разнообразные, вот такие фигурки, есть такие, совершенно такие, знаете, мрачные какие-то, черные, безликие такие зайцы, ну, они угадываются, что это зайцы или кролики, я не знаю. Ну, вот опять морковки такие грандиозные, огромные, забавные, конечно, украшения, такие, знаете, на любителя. Ну, в общем-то, много всего, слава богу, полки у нас заполнены, надеюсь, что это уже надолго, надеюсь, что больше дефицитов у нас не будет ковидных, хотя, не знаю, тут говорят, следующая волна идет, поговаривают, хотя маски у нас официально уже сняты, можно ходить без масок, но многие очень продолжают носить маски, вот, и ходят разговоры о том, что у нас идет следующая волна. Ой, ну давайте не будем об этом сейчас, а давайте о прекрасных, ярких, красивых украшениях для дома и для сада и огорода. Много вот таких вот горшков, вот это вот домики для птичек тоже продаются у нас, их покупают, подвешивают на дерево, и у нас, знаете, продается всякий специальный корм для разных птиц. Вот есть, существует корм для птиц цветных, красивых, ярких птичек, которые у нас водятся в Антарию, их много, и вот для того, чтобы их привлечь к своему, к своему дому, к своему бакьярду, вешают кормушки и туда, значит, кладут корм для птиц, и они прилетают и, в общем, своим, так сказать, видом украшают бакьярд. Я не понимаю этого развлечения, если честно, потому что от птиц много, много вещей, которые потом надо мыть после них, но неважно, люди любят, я нет, у нас нет скворечника, скворечник это называлось, домик для птиц, это скворечник, правильно? А вот это украшение тоже для сада, для огорода, для сада, для огорода это пугало, это для сада, это такие птицы металлические, фламинго, и какие-то такие экзотические птицы непонятного происхождения, большие, такие металлические, яркие, красивые птицы, их ставят обычно во дворе или перед домом тоже, опять же, много всяких горшочков, горшков, их часто, знаете, даже используют подушки, вот тоже подушки для уличной мебели, их часто даже используют не для, даже не для цветов, а просто вот красивые горшки выставляют на улицу и вставят в них какие-то свечки, используют как подсвечники, вот в том числе, видите, какие-то фигурки птичек, в общем, очень-очень много всего, инструменты для садоводства, тоже такие, знаете, больше декоративные они, чем они реальными, можно что-то сделать, их тоже, кстати, часто используют как декоративную часть, вот не для того, чтобы ими там что-то копать или разгребать, а именно как декорацию, просто куда-то кладут в угол, куда-то тоже вот в горшок такой красивый положат и в уголочек поставят, а вот такие веночки красивые, их обычно вешают на двери дома, на входной двери дома, и видите, они тоже есть разные, всякие такие летние, весенние, вот такие яркие, с розами, есть такие более спокойные, есть просто зеленые, в общем, красивые, это тоже металлическое украшение, тоже для улицы, скорее всего, для аудор, как это называется у нас, то чтобы, это не для дома, а для того, чтобы использовать это украшение во дворе, лейки всякие такие цветные, ну, вы знаете, опять же, они, по-моему, больше декоративные, чем для того, чтобы их использовать, вот, видите, какие-то такие вот медные, действительно красивые, очень разных форм, разных размеров, и опять же повторюсь, что, скорее всего, вряд ли ими кто-то действительно будет поливать цветы, хотя, в общем-то, возможно, но, как правило, они используются именно для декорации, именно в декоративных целях, и они есть разные всякие, красивые, в общем-то, есть такие вот золотистые, там потом будет дальше серебряные, стоят они, ой, я не разглядела, по-моему, долларов 20, то есть, ну, не так, чтобы дешево, не так, чтобы дорого, ну, вот, уж как лейку-лейку, я не думаю, что кто-то прямо будет это использоваться, я думаю, что, скорее всего, для красоты, это, по-моему, что-то случайно сюда попало, по-моему, вот эти штуки используют в кухне для, как диспенсер для мыла, то есть, что наливают мыло, и когда моют посуду, то на мочалочку выдавливают из этой, вот это тоже, я не знаю, почему они стоят здесь, по-моему, это больше в кухонной принадлежности, ну, вот стоят, а вот смотрите, какие замечательные, такие смешные фигурки лягушек, они были двух видов, вот такие две, лягушка-король и лягушка-принцесса, я что-то не знаю, как-то почему-то они, вот, две танцующие, обнимающие лягушки, лягушка в цилиндре, лягушка-мальчика, лягушка-девочка, я так понимаю, а такие забавные, прикольные, правда, сколько они, 13 долларов, но это, кстати, можно и для дома, и для улицы, но обычно металлические украшения для улицы используют, хотя не всегда, а вот этот домик мне так понравился, он прям такой кукольный домик, такой симпатичный, я не могла понять его предназначение, если честно, вот повернула и подумала, что, скорее всего, это тоже для птиц, потому что вроде бы такого, чтобы к дереву прибивать, но, с другой стороны, для птиц обычно устраивают в виде кормушки, а здесь как-то, в общем, непонятно, как это все работает, устроено, ну, неважно, просто такая, как игрушечная игрушка для улицы. Это подушечки для уличной мебели, тоже, видите, разные есть они, есть очень яркие, цветные, ну, вот как раз для лета, для весны, чтобы мебель выглядела более нарядно, более ярко, и много их у нас часто используют, такие вот подушки для мебели, для улицы. Это, кстати, подарки на Истер, вот Истер тоже такой праздник, что люди приходят обычно друг к другу в гости с подарками, и тоже это такие, они такие тематические, вот тоже тут зайцы, кролики, вот вся вот эта вот тема, и часто это сладости, часто это конфеты, ну, конфеты на самом деле дарят на любые праздники у нас, вот, ну, и вот такие вот упакованные конфеты с этими вот кроличьими какими-то вот упаковками, в общем, все это, все это в тему. Очень красивая летняя посуда, такая яркая, прям такая, знаете, насыщенная, вот лимоны, ананасы, синие, желтое, все такое, знаете, прям такое зеленое, все такое летнее-летняя прям тема. И, конечно же, это все очень-очень вдохновляет и как бы добавляет какого-то вот ожидания лета. Эта посуда, знаете, она пластиковая, эта посуда для улицы тоже, в общем-то, видите, вот такие кувшины с клубниками, с фруктами, с какими-то стаканами. А пластиковая посуда нужна в основном для того, что, в общем, вот когда вы обедаете, идите на улице, ужинаете, то стеклянная посуда, не всегда удобно ее носить туда-сюда из кухни, и она может разбиться, опять же, на улице, обычно это, вот у нас, например, каменная патио, и если она падает, то она, конечно, разбивается вдрызг, а для того, чтобы вот не рисковать, и не было бы осколков на улице, то используют часто пластиковую посуду, ну, вот такую вот красивую, знаете, в принципе, можно и одноразовую пользоваться, пластиковую такую обычную. А эта, в общем-то, посуда абсолютно, ну, вот на вид, она абсолютно не отличается от обычных стаканов, обычных тарелок. Посмотрите, какие красивые рюмки, прямо вот как настоящие рюмки, но они все-все-все пластиковые сделаны. Еще очень часто пластиковую посуду используют, когда находятся где-то возле бассейна, в джакузи, потому что там, где вода, и там, где вот бассейн, и джакузи тоже, там люди обычно иногда выпивают что-то, или сок, или более какие-то горячительные напитки, но для того, чтобы это все не разбить, вот в воде, да, или в бассейне, очень неприятно разбить стеклянную чашку, например, стакан, да, то вот часто пользуются вот такой вот посудой пластиковой, но для эстетики, для красоты, видите, она сделана абсолютно, сделана так, как будто бы это глина, или фарфор, или стекло, или даже хрусталь. Прямо, я, прям, мне очень понравилось, я прям вдохновилась, если честно. Мы никогда не пользовались такой посудой, но я подумала, что, может быть, стоит иметь набор вот такой посуды. Видите, какая она, абсолютно как будто бы хрустальная стакана, на самом деле пластик, или вот эти вот тарелки, они как будто бы, знаете, такие глиняные тяжелые тарелки, на самом деле совершенно пластиковые. Так вот, мы часто, когда кушаем на улице, едим на улице, на бэкьярде, то мы используем одноразовую посуду, потому что, ну, не хочется просто носить из кухни посуду на улицу, туда-сюда, опять же, потому что там все это бьется, и все это, ну, как-то не знаю. А вот такую вот пластиковую посуду, она намного более эстетично, красиво, и выглядит хорошо, как будто бы обычная посуда, но при этом вот безопасно. То есть, если даже разобьется, то ничего страшного. Вернее, не может она разбиться, потому что она пластмассовая. Набрела я снова на отдел каких-то гномов, зайцев, фиг его знает, я, честно говоря, даже не поняла. Снимала, понимала, что это тоже какая-то тема истер, но я не очень поняла, почему тут гномы, а там какой-то гном с ушами, то есть, опять же, зайчья тема такая прослеживается, но не очень понятно, что к чему, и вообще я не очень поняла предназначение этой посуды, долго разглядывала, так и не поняла, что вроде бы и посуда, а вроде бы и какие-то тут же и гномы при ней, фигурки. А, вот эта штука я вам хотела рассказать, это, значит, такая, устанавливается, опять же, во дворе обычно, это такой, как камин на улицу, но это не совсем камин, это такие, обычно они или электрические, или они на батарейках, я, честно говоря, даже не знаю точно, как они работают, но это специальная, или это газовая, может быть, газовая, там, возможно, даже газовый баллон надо ставить, то есть, это такая вот круглая штука, вы можете ее включать, и в ней горит огонь посредине, то есть, это такой, знаете, как будто бы такой стационарный костер, вот видите, они из разных форм, есть круглые, есть вот такие вот квадратные, большие, я знаю, что очень многие любят такой, такую устанавливать себя во дворе, и вот по вечерам сидеть, включать это, вот видите, в центре вот эта круглая штука, она как бы горит, как будто бы костер получается, то есть, такое место, что как будто бы вы делаете костер во дворе, но на самом деле, это специальное такое приспособление, хотела вам показать, нашла это зеркало, слышать, я долго бродила по магазину, снимала всякое разное, и тут наткнулась на это зеркало, у меня как бы двойственное чувство по поводу его, с одной стороны, это, конечно, piece of art, такое произведение искусства, это я там, привет, а с другой стороны, что-то такое странное, такой кринч немножко, правда, стоит оно 150 долларов, это настоящие перья, птичьи перья, во-первых, это страшно пылиться, по-моему, все будет, очень много пыли, с одной стороны, с другой стороны, что-то есть в этом такое, не знаю, странное, правда, и вот совершенно необыкновенной красоты, огромный букет цветов, искусственных цветов, но сделан абсолютно бесподобно красиво, как будто бы это натуральные цветы, я обалдела от цены, вы представляете, что эта штука стоит 2000 долларов, 2000 долларов стоит вот этот букет искусственных цветов, это, конечно, запредельная цена, я не знаю, кто может купить такое за такие деньги, но вот то, что есть, то есть, на этом хочу закончить, хочу вам закончить на красивой картинке вот этого букета, подарить вам эти цветы на прощание, всего вам доброго, надеюсь, что вам было интересно, надеюсь, что я принесла некоторые краски и цвета в вашу жизнь, в своем видео, подняла вам настроение, всего доброго, увидимся совсем скоро в следующем видео, люблю, целую, пока-пока, привет из Канады! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok